Самая интимная вещь в физическом существовании — это ваше тело. И это тело — всего лишь кусочек земли. Вы — всего лишь маленький росток, появившийся из этой земли. Сейчас вы — росток, который важно расхаживает повсюду, но через некоторое время от вас останется лишь небольшой холмик. Вы можете верить во многие надуманные вещи о себе, но это не является реальностью. Каким-то образом, фундаментальное знание о том, что вы — всего лишь частичка почвы, на которой вы сидите прямо сейчас, забывается, как правило, до тех пор, пока вас не похоронят. Если вы хотите жить разумно, вы должны поддерживать контакт с землей, на которой живете. Сегодня, поскольку мы потеряли этот контакт, в определенном смысле наша жизнь становится дезорганизованной. Такая дезорганизация может привести к болезни, слабости, и, в конечном итоге, к дестабилизации всей системы. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу поделиться одной историей. У нас была йогическая больница в нашем центре йоги в Индии. Мы не хотели, чтобы она слишком разрасталась, потому что не собирались превращать ее в полноценную больницу, поскольку у нас духовный центр. Поэтому мы не слишком ее афишировали. Однажды, когда я был здесь, я рассказал о ней, и несколько американских врачей заинтересовались и поехали в Индию. Они приехали и пробыли там три дня. Но через три дня один из волонтеров подошел и сказал мне, все доктора возмущены, они хотят уехать. Я спросил, что случилось? Они сказали, лучше, чтобы вы сами с ними встретились. Они уже пакуют чемоданы. Тогда я сказал, хорошо, и пошел на встречу с ними. Я спросил, в чем проблема? Они ответили, вы сказали, здесь есть больница. Но где эта больница? Нет, здесь никакой больницы. Я сказал, сейчас здесь около 60 с лишним пациентов. Так где же они? Их представление о больнице таково, что в ней должны быть кровати, вы должны обеспечить хороший уход за больными, но если вы будете так хорошо о них заботиться, они не захотят выздоравливать. Где пациенты? Я ответил, они все в саду, я отправил их работать. Мы даем облечение, терапию, лекарства, но в остальное время я отправляю их работать. Они должны делать все, что могут. Прежде всего, они должны сидеть на земле с босыми ногами и работать с почвой голыми руками. Просто быть в контакте с планетой, потому что вы всего лишь частичка этой планеты. Вы забываете об этом. То, что вы называете своим телом, это всего лишь кусочек планеты, не так ли? Если вы потеряете связь с источником, разве вы не станете дезорганизованными? Хорошая физическая форма и благополучие не означает ходить по беговой дорожке, иметь накаченные мышцы. Нет. Очень важно укрепить целостность элементов в нашей системе. Есть ли какие-то способы достичь этого? Да, есть определенные методы, которыми можно этого достичь. Один простой способ — работать с землей, водой, растениями и находиться на свежем воздухе. Уже одно это может помочь. По сути, если обеспечить определенное питание телу в плане пищи, дышать чистым воздухом и пребывать в контакте с землей, все это вместе может стать полноценным процессом оздоровления. Если вам это не подходит, если вы очень состоятельны и следуете моде, то можете принимать грязевые ванны. Это другой метод. В наши дни люди берут отпуск, идут в спа-салон, принимают грязевые ванны в очень дорогой обстановке. Но если каждый день вы будете погружать руки в землю, хотя бы на несколько минут в день вы увидите, что тело станет значительно здоровее, потому что всякий раз, когда тело находится в контакте с землей, оно реорганизует себя само. Чем больше вы соприкасаетесь с землей, тем лучше. Все вы не можете заняться сельским хозяйством прямо сейчас, и, может быть, вы живете на двенадцатом этаже и даже не можете быть садоводом. Поэтому, по крайней мере, старайтесь находиться в контакте с землей. Ладони и подошвы очень чувствительны к этому. Если ваши руки и босые стопы соприкасаются с землей, это многое изменит. Или, по крайней мере, я не рекомендую этого делать, но если вы практикуете послеобеденный сон, сиесту, то спите под деревом. Когда ваш позвоночник соприкасается с землей, все процессы происходят очень гладко. или окунаетесь в естественный водоем, который находится на земле, например. Например, озеро, река или океан. Это принесет огромную пользу вашей системе. Вы слышали о заземлении для электричества? У вас это называется заземлением? Как вы это называете? Это так и называют — земля. Когда вы заземляете электрические соединения, одно из условий — обеспечить влажность, потому что она улучшает проводимость. Так что именно поэтому во всех индийских храмах люди простираются на полу с мокрым телом. Именно с этой целью. Смысл не только в заземлении, но в том, чтобы быть в контакте с особой землей, которая заряжена энергией. Вы хотите, чтобы все тело было в контакте с этой энергией. Поэтому мужчины приходят обнаженными, по крайней мере, до пояса, а женщины приходят в мокрой одежде, чтобы обеспечить контакт. Этот контакт с природой, будь то с землей, воздухом или водой, очень важен. Если его нет, тело постепенно теряет свою целостность, теряет стабильность, теряет многие возможности, на которые оно способно. Тело все еще способно выживать. Оно не умрет завтра утром. Но оно потеряет множество возможностей, с которыми оно пришло. Многие возможности, определенная часть возможностей человеческой системы утрачиваются, когда у вас нет контакта с этим природным элементом. Особенно перед тем, как пойти на обед или ужин, особенно перед этим, хотя бы полчаса походите без обуви, не по этому граниту. А по траве или по земле на улице вы увидите, когда тело находится в контакте с землей, оно совершенно по-другому усваивает пищу, которую вы едите. Пищеварение будет происходить в любом случае. Но сколько пищи вы сможете интегрировать в систему, зависит от того, насколько вы сонастроены с землей. Так что если вы будете ходить босиком, без обуви, хотя бы полчаса, и тело будет оставаться в контакте с землей, вы увидите, что элементы будут функционировать с немного большей целостностью, чем сейчас. Ходьба и игры босиком действительно входят в моду. Йогические системы всегда рекомендовали это. А теперь это подтверждается и наукой. Особенно это важно для детей. Ходьба босиком не только улучшает равновесие и координацию, но и развивает умственные способности. Нервы стоп обладают чувствительностью, и когда они соприкасаются с землей, ребенок лучше воспринимает окружающую его среду и больше осознает свое тело. Ходьба босиком напрямую связана с развитием ловкости, укреплением мышц ног и сопровождается низким уровнем травм. Быть в контакте с землей означает и много других аспектов. Во шраме я всегда говорил людям, какой бы работой вы ни занимались, хотя бы на один час в день вы должны погружать свои пальцы в землю. Делайте что-то в саду, чтобы ваши руки непременно были в земле. Это сформирует в вас естественную физическую память, телесную память о том, что вы смертны. Если вы каждый день будете погружать свои руки в землю, ваше тело будет помнить, что оно не вечно, потому что у тела есть собственная память. И память тела гораздо важнее, чем ментальная память. Сейчас память, которую несет ваше тело, управляет вами гораздо больше, чем воспоминания вашего ума. Физиологически, на клеточном уровне, на уровне элементов, вам постоянно напоминают о том, что вы смертны, когда вы в контакте с землей. Напоминание о вашей смертности – это самый ключевой элемент в вашем духовном процессе. Почему вы жаждете познать что-то за пределами тела? Только потому, что вы знаете, что однажды существование тела прекратится. Не так ли? Предположим, это тело бессмертно. Кто тогда будет сидеть и медитировать? Кто тогда захочет познать что-то за пределами этого, если бы тело было бессмертно? Не так ли? Поскольку, даже если вы полностью не осознаете этого, где-то в самой глубине вы знаете, что у вас есть срок годности. Срок годности истекает. Вы лишь пытаетесь немного его растянуть, но вы знаете, что ваш конец не минуем. Именно поэтому вы жаждете познать. Основой духовного процесса является то, что вы смертны. Если вам постоянно напоминают о вашей смертности, естественно, вы захотите познать нечто большее. В Индии существуют различные практики для того, чтобы испытать связь с землей на собственном опыте. Много разных практик. Если просто сидеть со скрещенными ногами на полу, тело в каком-то смысле получает напоминание. Тело дается напоминание о его природе. В момент соприкосновения с землей тело знает, что это то, чем оно является. Те из вас, у кого очень слабое здоровье, кто часто болеет, постоянно имеет проблемы со здоровьем, просто начните спать на полу, и вы увидите, какие большие изменения произойдут. Пусть вы спите на расстоянии всего лишь полметра над землей, но если вы станете всего на полметра ближе к земле, то увидите, какие большие изменения это принесет в работу вашей системы. Я бы сказал, что 80% вашего здоровья зависит от того, насколько вы сонастроены с землей. 80%. 80% ваших хронических болезней могут навсегда исчезнуть, просто потому что вы обрели некоторую связь с землей, по которой вы сейчас ходите и на которой сидите. Если у вас есть время и необходимая концентрация, вы можете начать выполнять простую практику — бутта-шудди. Бутта-шудди означает «бутта» — это «панчо-бутта» или «пять элементов». Шудди означает «очищение». Будь то физическое тело или более обширное тело всего мироздания, по сути, они состоят из пяти элементов — земли, воды, огня, воздуха и пространства. То, что вы называете собой — это просто проделки этих пяти элементов. Если вы знаете, как правильно организовать эти пять элементов, как поддерживать их внутри себя, в вашей жизни не будет сложностей в плане здоровья, благополучия, восприятия, знания, всего, даже просветления. Все произойдет должным образом, если только вы знаете, как правильно поддерживать эти пять элементов. Эта игра элементов происходит совсем по-другому, когда человек находится в контакте с землей. Каждый раз я не могу смириться с тем, когда я это слышу, особенно часто в Соединенных Штатах, что люди называют землю грязью. Может, это просто еще одно слово, но в нашем понимании грязь означает… Что для вас грязь? Мусор, не так ли? Грязь — это мусор, не так ли? Да или нет? Даже в Америке грязь — это мусор. Нет? Что это? Это что-то, чего вы не хотите. Да, это мусор. Это то, что является мусором. Что-то, чего вы не хотите. Но здесь, почву, мы называем Таймана — Мать Земля. Почему же мы без почтения относимся ко всем тем вещам, которые составляют нашу жизнь, поддерживают нашу жизнь от мгновения к мгновению? Просто измените свое отношение, и внезапно все элементы внутри вас начнут вести себя по-другому. Если вы не пили воду три дня, то даже если перед вами предстанет Бог, вы попросите только воды. Если зажать вам нос на три минуты, вам не будет нужен Бог. Вы захотите просто сделать вдох, вдохнуть свежего воздуха. Не так ли? Есть одна простая вещь, которую может сделать каждый. Воздух, которым вы дышите, вода, которую вы пьете, пища, которую вы едите, земля, по которой вы ходите, и пространство, которое вас поддерживает. Допустим, пять раз в день. Если вы слишком заняты, хотя бы три раза в день. Осознанно. Просто привносите определенное чувство почтения ко всем этим элементам. Очень часто говорят о Матру према, Питру према, Притви према. Это любовь к планете, по которой вы ходите, потому что она ничем не отличается от вас. Матру према Э uploadоват 맞 셀 и выпускисья их, Эта нога Воздуйла Эта 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 Субтитры создавал DimaTorzok